Ой, лето! Как вы это лето выдерживаете? Тихонечку. Ой, у меня полный бардак всегда. Ой, подожди-ка. Это вы еще с тем покрытием ходите? А ты думала, что, я другое сделала? Ну да, я думала, вы к другому сделаете. Не придумляйте, девушка, сейчас я седу поудобнее, ладно? Второй месяц. А я вчера пошла и записалась. Мне подружка посоветовала. У меня на ногах вросшие ногти. Бывает зимой так врастают, потому что там кровью, и где-то мясо вылезает. И я тут, блин, последний раз стригла ногти. У меня целая кухня, блин, крови, они прямо вот туда врастают, ну блин. Я никак не выдержала, она говорит, а что ты ходишь? Это, сама-то делаешь. Там вот врач какой-то подолок специально занимается вот этими вросшими ногтями. И она мне присоветовала. А эта студия была, Надежда. Я тут записываю и спрашиваю, сколько стоит. Они говорят, только пальчики, пятки не надо. Я говорю, у меня чистенькие пятки. Вот. А она говорит, полторы тысячи. Да мне вообще красота. И потом мне как объединиться, у нее тепло в рот не упало. А я сняла... А сколько? Три. А почему же так сначала одно, а потом... А потому что они, говорит, приехали, у них аренда теперь другая. Спросила, сколько стоит маникюр. Ну вот с простым покрытием, там полторы просто покроют тебе. А если там что-то, то две тысячи. И сидят у них вот так, по-моему, шесть или семь этих столиков. И все заняты, блядь. Я говорю, ничего, да? Я работаю у нас живет. Да, да, да. Тут, блядь, сэкономить на чем-то бы... Ты же, конечно, кофе, чай, что будете, кресло, кресло тебя усаживают. Ну, конечно, все цивилие, кресло такое мощное под мою задницу. Широкое, мягкое. Садишься, тебя поднимают на высоту. Ножки-валики. Ой, вообще, хорошо. Тут весь комплекс три тысячи стоит. Как бы она мне по всему комплексу. Но так как она мне пятки не делала, она мне делала массаж долго. Ну, не так долго, как хотелось бы. Ну, и вот 10-15 делала, не знаю, если не засекала. Там свободные места. Мы вам позвонили, как мне не позвонили. Прошлось мне самой тут, корешица. Меня тоже в эту группу здоровье все. Зовет Лидия Николаевна. Я говорю, не, как такие эти... Тетки старше меня на 10 лет, такие прям это... Она говорит, а не занимайтесь, не то что ты. Я говорю, а я лежу на диване, когда у меня пройдет спина, нога. А надо собой заниматься, надо. Я сама 14 килограмм пока делаю, пока его слушала. Ничего себе, как это так помогло. Может, вам включить, потому что он там так все... Давай. Давай лучше, чем кину. Ой, мне бы 14 килограммчиков-то скинуть. Прям не знаешь. Причина только одна. Вот есть только одна причина. Она единственная. Я на прям руку. Вот утверждает, что один град жила, 9 килограмм. И, друзья, первое, с чего мы начали. Если у вас никак не участие, если вы там перепробовываете, первое, с чего мы начали, рассчитайте свою равновесную половину. Всем привет. Сегодня хроника. Гель Рунейл показываю. Он потом сколется. Но это вы увидите во второй части. А сейчас я хотела бы прокомментировать разговор. В общем, у клиентки вес по 200 килограмм. И он, естественно, добавляет проблемы к здоровью. А так как я сама скинула успешно и сохраняю, то делюсь своим опытом с другими клиентами. Но тут яркий пример, когда человек не верит в успех, поэтому ничего делать не хочет и находит массу отговорок для этого. Ну, типа, чтобы худеть, надо быть богатой. Или это гены виноваты. Понятно. Она тетка богатая. У нее там изгаление пасты разные. Но я-то не богатая. Как они? Богатая-богатая. Я богатая? Да. Нас же отключили от монетизации-то. Нам же теперь не платить, не платить. Я снимаю квартиру. Откуда я богатая, если я каждый месяц по 17 тысяч отдаю с квартиры. Все, что я зарабатываю, я отдаю с квартиры. Понятно. Всем хочется. Я к тому говорю, что, чтобы похудеть, не надо быть богатой. Это вот твои отговорки. Ты верила в гены? Ну, все. Ну, ты хоть папа уже. Я всю жизнь ухудела. Вот спортом занимаешься, приходит тело в норму и худеешь. Вот я против спорта, это врачка. Потому что он говорит, что наедаешь больше, чем... Ты будешь все равно двигаться, можете в тонусе. Но я вот похудела без спорта. Я вот с ноября худела, я там спорта вообще не занималась. Я тоже всегда была уверена, чтобы похудеть, спорт необходим. Но, тем не менее, мне он не помогал или помогал ненамного или временно. В общем, основная причина – это все-таки питание. Это главное. Если наладить питание, то можно похудеть и без спорта. Что, собственно, в моем случае и произошло. И так как клиентке тяжело сидеть, я ее долго не задерживаю на маникюрах. Соответственно, обработку кутикулы делаю минимальную. И быстрый экспресс-дизайн китайской росписи – это быстрый дизайн. Вчера я выпускала шортс и показала реакцию клиентки на повышение стоимости. И ее объяснение, почему она отказывается делать маникюр. Шортсы не все смотрят, поэтому на всякий случай этот разговор оставлю и здесь. «Ой, одни бабки получаются. Такие, как я, кувыль-кувыль. Блин, вот у меня с ногой-то. Уже с обоим, блин. Кровой. Чего только я не делаю, а? Смотри, я тут замазала, блин, у меня лопнула. Я боялась, что совсем ног снесу. Посмотришь? Да-да. А ты еще хотела сказать, мне тут аренду подняли с 15 ноября на 100 рублей больше, 2300. Ого. Ладно. Я могу вам тогда не срезать. Давай, не надо. Давай, мой хороший. Отодвинь лучше палочкой, что-то из тебя мешает. Мне наплевать на это, на эти мелочи. Просто у меня, это, один раз я сделала маникюр, там у вокзала, вот в этом доме, который, где Сберкасса, у меня все вот так, она в очках, и она мне так надрала. И вот у меня вот так вот, а я в Турцию, по-моему, летела, ну не помню куда. Я иду, последний. У меня все эти, так, болели, блин, все вздулись, нарывает, и она идет. Ой, прям издалека ваш маникюрочка, она что-то яркое сделала, не помню. Вот такой, видно, ваш маникюрчик издалека. Я говорю, хочешь вблизи посмотреть? У меня все как вздулось. Я говорю, и самое главное, все болит. Этим клейм, бэфом, замазала весь, блин, маникюр, все эти, лишь бы зажило. Ну, вроде потом поехали, там вот от соленой водички, ну, быстренько зажило. Но все равно неприятно было. Хотя тут же она в интернете и блог ведет, и все, там, так ее хвалят, как бы. Ну, вот по поводу того, что хвалят, здесь хочется сказать о суде и кто. Дело в том, чтобы оценить мастерство врача, например, или другого специалиста, ты сам должен быть специалистом, чтобы ты адекватно оценил его способности. А если ты не врач, то как ты можешь оценить? Только его отношение к тебе или, например, ну, вот тебе конкретно повезло, он помог, а другому человеку не поможет. Точно так же с мастерами маникюра. Кому-то понравится, кому-то не понравится. Я когда начинала работать мастером маникюра, я же много чего не понимала. Соответственно, оценивать адекватно я не могла. А если взять клиентов, они вообще от этого далеки. И адекватно оценивать работу мастера, я думаю, могут только по своим каким-то личным ощущениям. Итак, здесь я укрепила ногти эльпазой, карамель. И дизайн прям делаю по-быстренькому. Я всегда оцениваю клиента с точки зрения, что ему важнее, скорость или качество. И мне кажется, половине клиентов важна скорость. Поэтому я это видео тоже скоренько заканчиваю. Желаю творческого вдохновения. А дальше заключительный разговор с клиенткой. Я бы не торгала. Не, я этот не фотографирую, я снимаю только один. Ладно. Нет. Менее коревые. Нет, я не гладкая. Да все коревые уже. Да, с вами рядом со мной, так точно. Да ладно, нормально. Да, с вами. Все суставы стреляют. Жив, брат, кто это? Не заливай. Худеть так и не хотите, да? Да я хочу, только у меня ничего не получится. Ну, а вот там дело в том, что первую неделю мучаетесь, да, пока привыкает. Я же вот похудел, ты ничего. Первую неделю тяжело, пока привыкаешь. Вы обложку посмотрите. Там люди как-то... Да я видел. А? Посмотрела. Так они там худеют, это. Первую неделю тяжело, да. А потом что-то как-то втягиваешься постепенно и ничего. Да куда ни приду, к какому врачу все. Худеть надо, худеть. Ну, ноги... Нагрузка на суставы. Да. Ну, на руки нет нагрузки, но он все равно все ведет суставы. Это уже все это... Ну...